Беларусь — это красивая с богатыми традициями и великолепной природой страна. И в каждом уголке нашей Родины есть настоящие герои, сильные и добрые, надёжные и любящие свой народ и свою землю. Добрый день! Меня зовут Оксана Канашец, и сегодня Министерство внутренних дел запускает новый проект о простых, незаметных, но очень важных людях, без которых немыслимо, спокойная и безопасная жизнь в любом регионе. О людях, способных вложить душу, придать смысл и остроту, раскрывая их в соль земли. Сегодня нас встречает прекрасный край голубых озёр Браслов. Неудивительно, что это место называют голубым ожерельем Беларуси. Но главное украшение гостеприимного белорусского поозерия — это его люди. Давайте же познакомимся с теми, кто делает этот мир чуточку лучше и добрее. Меня зовут Сергей. Я всю жизнь живу в Браслове. Для меня это самый лучший город. Браслов — очень компактный город. Однозначно могу сказать, что здесь люди самые хорошие, самые отзывчивые, при какой-то беде всегда сплочённые. Приехали на отдых с семьёй, то есть наша семья и семья моего друга отдыхали все вместе. Услышали крик. Стояла лодка на берегу, но не прицепленная. Но у нас в большинстве своём, причём на то, что у нас лодки не воруют, они просто стоят. Вот, взяли эту лодку, отплыли от берега и увидели мужчину. Мы подплыли к нему, но уже оставались ему там щитные, можно сказать, минуты. Уже без дыха, он просто лежал на тростнике, положив голову и делая последний вот этот вот вдох. Мы его достали, положили в лодку, доставили до берега, но у него, конечно, был шок. Он сказал большое, огромное человеческое спасибо, и это самое главное для меня в моей работе. Как пришёл вообще к этому? Обнаймую баню решил для интерьера купить что-то под веники, какую-то деревянную ёмкость. На рынке у нас нет, а если есть, то вот там одна женщина привозит. Но, во-первых, денег стоит, а качество, даже я, как на тот момент вообще неопытный, вообще с этим никак не связано. Смотрел, что качество очень плохое. Ну, и я почему сам не могу это сделать? Нашёл материал, нашёл металл, нашёл инструмент, потому что инструмент тоже индивидуален. Для того, чтобы сделать кадушку, уходит примерно неделю, делаю вечернее время после работы. Материал для изготовления таких изделий требует очень хорошей сушки, потому что сама дрифсина, сама по себе усыхается, и уже при изготовлении готового изделия оно будет некачественное, оно рассохнется и рассыпется. Дуб сохнет больше года, год-два где-то. Использую осину, осина также у меня сохла порядка где-то трёх лет, просто лежала где-то под открытым небом. В этом изделии нету ни гвоздей, ни клея, ничего. Все клёпки собранные, они держатся именно за счёт металлического обруча, который сжимает. Поэтому, разговая со столярами, уже опытными столярами, которые в этой деятельности там и 10, и 20, и 30 лет, они говорят, ну, мы в жизни не соберём, вот мы это не сделаем, не сможем собрать. Как ты это делаешь, говорит, мы не понимаем. Город Браслова не остаётся в стороне в том плане, что выявляются факты незаконного оборота наркотиков. Задерживались жители города Браслова. Я их знаю, родители хорошо знают. Да, конечно, тяжело в последующем при выявлении данного факта сталкиваться с родителями, с непосредственными виновными. Лишение свободы для людей как-то переношу это очень тяжело. При том, что, да, понимаю, что это преступник, и уйти от ответственности за совершённый проступок он не может. Поэтому, конечно, это переживаю. Семья у меня большая. Трое детей и супруга. То есть мы многодетная семья. Супруга у меня врач. Я тоже, можно сказать, своеобразный врач. Только она лечит людей, а мы лечим общество. Дети же мучны. Но, по крайней мере, они берут пример с родителей. То есть мы своим личным опытом показываем, как себя надо вести, как поступать в той или иной ситуации. Поэтому я считаю, что дети, копируя родители, ну, соответственно, у них такое поведение. Для счастья многого не надо. У меня есть семья, которую я люблю, которая любит меня. Я работаю. Работа мне очень нравится. Моё хобби, моё увлечение, всё это в совокупности делает меня счастливым. Редактор субтитров А.Семкин